Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Total War Warhammer. Ваше внимание предлагаю сразу два боя за Империю и за Аргвеллон. Поехали! Провел их сегодня два подряд. Первое сражение за Империю, мой ник Талион, или Талион, как его правильно в комментариях кто-то называл. Джоскал против меня за Борделло. Смотрим. Состав довольно необычный, но как обычно, я с своими экспериментальными тактиками. Рыцари Плавающего Солнца, Рэкс Гвардия и паровые танки. Ну а Джосиал набрал солянку из разных отрядов. Здесь есть и крестьяне, есть куча фрейлин, зеленый рыцарь, командир. Карта с толпы костей. Карта другая относительно предыдущих видео. Бой шел 13,5 минут и шанс 50 на 50 вначале. Он понял, что шутки с ним шутить не будут и, соответственно, арты у него нет вообще, а у меня больше плейна армия это элитная артиллерия танки. И поэтому он сразу двигается вперед. Но как он идет, как он играет канонично, вы поглядите. Каждый тот ларвит знает, что если войска бегут, они очень быстро устают. Ну так вот он и идет шагом прогулочным под обстрелом десятка паровых танков. И он решил своими, видите, рыцарями на гиппогрифах королевских завалить мои танки. Но я уже здесь его ждал. Падает он на два паровых танка, пытаясь отвлечь их от своих войск. А я тут же обрушиваюсь рыцарями пылающего солнца. Конечно же, демигрифы здесь не выстояли против такого напора. Карл Франц возглавляет на бронированном коне. Я уже говорил, по-моему, неоднократно, что лучше ставить именно бронированного скукуна, чем демигрифа. Чем гиппогрифа в мультиплеере. Он стоит дешевле, а толку от него будет больше. Убить сложнее. Видите, как он вышагивает. Ну да, он какое-то время сумел у меня отобрать своими демигрифами. Два танка не стреляли, но остальные-то продолжали палить. Я перестраиваюсь, продолжая вести огонь. Ну, один тут еще болтался, мешая мне всячески. Паровые танки я уже испытывал против огромной толпы орков, 4700 пацанов орков. Так в этом бою было не намного меньше. Оппонентов было 3500, у него у меня было 313 подразделений. Очень странно, конечно, играет. Здесь надо было нестись во все лопатки, максимально сближаясь, чтобы не дать танкам возможности пострелять. Да, они, конечно, могут и в ближнем бою навалять тем же крестьянам и ополченцам, но... Так они вообще не получали никакого урона. То есть они стреляют безнаказанно, не теряя ничего в ответ. Вышагивает он, как на параде. Его ополченцы уверены в победе. Шанс, по-моему, там не менялся до сих пор. Да, практически такое же остается. Он считает, что если он подойдет... Не уставшим, то победа будет гарантирована на его стороне. Бедные крестьяне, как они получают... Такие лишениям приходится нести. И вот почти добрали здесь его ополченцы. Но Карл Франц встает у них на пути. Я вывожу его вперед, чтобы несколько отрядов на него сагрилось. И в этот момент танки продолжали стрелять. Концы я не подключаю пока что. Но численное превосходство здесь огромное было. То есть больше, чем в 10 раз. Но сыграет ли это число хоть какую-то роль? Что мы видим, как ополченцы вылетают из кадра, просто из мониторов из ваших к вам на рабочие столы. В кровати, в кресло, смотря с чего вы смотрите. И из какого положения. У меня один знакомый любит верх ногами смотреть. То есть он делает стойку на голове и в этот момент смотрит видео на ютубе. Воркаутер. Хардкорное, экстремальное. Занятие и просмотры. Здесь я уже нападаю. Надо было блокировать их более жестко, чтобы до танков они не добрались. И зеленый рыцарь вступает в бой. Довольно опасный товарищ. Самое опасное в нем то, что он, как и он, Гримм, никогда не бежит. И урон он наносит очень-очень большой. Один удар минус рыцарь. Но оппоненты пока еще не вступили с танками в ближний бой. Оп, бежали наконец-то. Вот видите, когда осталось до танков метров 50, они понеслись вперед. Полные силы и решительности. Пилигримы бегут, я тут смотрю. Орженосцы, крестьяне, все рвутся этим стальным гигантом, своеобразным лемон-расом мира фэнтезийного Вархаммера. Кстати, пользуясь моментом, опять же хочу довести до сведения. Сегодня вышел трейлер, наконец-то, геймплейный расы темных эльфов. Обязательно посмотрите, там есть на что посмотреть. Трейлер мега крутой. И, скорее всего, именно за темных эльфов я и начну первую кампанию. 28 сентября 2017 года. Такая озвучка у их командиров, просто аж до мурашек. Шикарная. Ну а здесь, вот видите, приходится вступать в моей кавалерии, потому что ее повязало огромное количество здесь. Алибардистов, копейщиков, рыцарь пошел в бой. Ну и я предоставил возможность им скрыснуться с танками сейчас уже. Акавой ударить. Сзади перестраиваются для удара. Карл Франц возглавляет весь этот Платон и... Несется вперед. Парень все-таки добрался до уровня ближнего боя, но потерял он при этом укла. 700 человек пока добежал. Осталось на 2800. Мощный удар. И пролетает огромное количество здесь. Крестья вперед ногами. Взгоняю я. Ополченцев, которые улепетывают. Ну а на другом фланге ведь огромный Платон преследует... Моих рыцарей. Потому что для него танки были практически неуязвимой целью, а рыцарей он еще как-то мог... ...раздавить. Но получает удар в бочину от еще одного отряда. Дает возможность рейс-гвардии отступить. Очень мощный отряд. ДЛСный. Золотое по умолчанию достоинство всего 1300. Так же как и рыцарь Пылающего Солнца, но при этом он уже опытный. И, конечно же, круто он выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Равняя просто его пехоту с землей и отступая, крестьяне не смогли выдержать напор кавалерии элитной. И танки раздают еще там с большой дистанции. Ну, то есть парень, по-моему, не знаком с управлением большой армии. Я не случайно выставляю такое количество ресурсов. У меня варьируется от 35 до 45 тысяч на бой. Большинство не умеет играть большими армиями. Это еще один своеобразный тест скилла людей, которые играют около Warhammer. Заметьте, те, кто играют в мультиплеере, вот на картах, вчера был первый бой за гномов. Они выставляют максимум там на 15 тысяч. Больше не ставят. Да еще к тому же и лимит в отрядах. Там, может быть, это с компом связано, что не тянет. Или минимальный, или средний. То есть там по 40, по 60 гномов, не больше в отряде. То есть армия получается довольно компактная. Здесь же надо управлять огромными толпами. И люди не понимают, как это делать. Большинство. Микроконтроля не хватает. И теряют войска, теряют отряды, забывают про них, про некоторые. Особенно, если что-то не получается. И начинают сразу проблемы. Ну, по крайней мере, я играю в мультиплеере. Во многих боях проще, чем с компом в компании. Абсолютно без напряга. Например, вот этот вот бой, но он был... Ну, когда я увидел его армию, он был довольно предсказуемый с этого момента. Я был уверен, что ополченцы не смогут ничего сделать против элиты. И тем более, когда, опять же, я лицезрел вышагивающие войска на обычном марше, даже не на ускоренном, к танкам, которые по ним палили. Это было смешно. Но мультиплеер здесь достаточно приличный. Я, конечно, не уверен, что все люди, которые находятся в игре и играют в мульте, далеко не уверен. Там проходит и коллективная кампания, проходит и соло-кампания. Но в игре находится вечером больше десяти тысяч человек, по сведениям стима. Это очень прилично. Скажем, в третьем дове, ну, около тысячи, может быть, полторы вечера. В выходные, может быть, две тысячи, в лучшем случае. Но про дов третий это отдельная тема, отдельная проблема для него. Он наберет своих почитателей, как только в игре введут все расы. Все расы и большее количество карт. Пока просто контента очень мало. Чтобы играть в дополнение, придется людям покупать и оригинал. Странная политика от разрабов. В принципе, можно было уже давным-давно начинать продавать эти дополнения и не тянуть время. Все равно в них не поиграешь, пока у вас нету оригинального до третьего. Что тянуть? Так и так этот оригинал будет продаваться. Но вот какие-то основания мешают разработчикам это сделать. Может быть, договоренность с издателем. Я не знаю, там далеко не дураки сидят. Это же очевидно. И какой-то у них план есть, какие-то причины есть. Не выпускать сейчас тех же некронов или гвардейцев с Таосом. В общем, отвожу я рыцарей Пылающего Солнца, так как по ним уже доставали и танки. Стоял только Карл Франца против Зеленого Рыцаря. Ну и пусть танк им помогал. Все разбежались, по сути, уже армии нету. Моего оппонента быстро. Она сдохла, эти 3000 особей. Но Зеленый Рыцарь не сдается. Зеленый Рыцарь полон сил и решимости. В этом бою еще что-то сделать. Так, а сколько у них ХП-то осталось? Ну, он почти сдох, Карл Франца половина. Сказалось на мгновение, что он потерял щит. Просто он вылетел из кадра. Продолжает бой. Чувак пытался его отвести на последних, так сказать, его миллиметрах ХП. Не знаю, зачем он его отводил и зачем тянул время. Карл Франц сближается и пытается ударить. И достает своим молотом. Тем не менее, первая победа, ну, в основном, потери были по рыцарям, которые вляпались несколько раз в копейщиков и завязли в них. Но, тем не менее, удары с тыла оставшимся отрядами позволили расчистить путь и обратить их в бегство. Ну, а танки, сейчас поглядим, сколько ХП потеряли. Да и рыцари Пылающего Солнца, только два отряда были сильно повреждены. Два практически потери не понесли. Рейкс-гвардия элитная нормально отвоевала, 259 уничтожила. Танки настреляли очень много. Такое ощущение, что я играл против пацанов-орков. И почти ничего не потеряли большинство. То есть, но бой был крайне, на мой взгляд, легкий. И странный сетап выбрал мой противник. Но что выбрал, то и выбрал. Кстати, вот это одна из немногих игр, тот Луару Архаммер, в которую можно поиграть под запись 1 на 1. То есть, здесь 1 на 1 превосходит 4 на 4 у Солл Сторма, скажем, по размерам армии. Если я создаю со своими условиями, с большим количеством ресурсов. Ну, здесь превращается в стандартный такой эпический замес. Очень хороший. Самое главное, ты ни от кого не зависишь. Ни от каких там Алехандров и Фигуэров, которые тебе могут рандомно и попасть. Ну, или брать проверенного человека с собой, опытного. Но, кстати, этим человеком, скорее всего, будет Ягморт, когда приедет с отдыха. И мы поиграем с ним вместе. Вот это будет интересно. 2 на 2. Там будут еще более масштабные и пахальные сражения. Что ж, давайте перейдем ко второму бою. Вот он получился! Жапа Драна. И вы сейчас увидите, почему. И шел он, по-моему, 20 минут. Или даже 20 с небольшим. Мой противник Рейзу 1-2-3. Ну, а мой Никталион. Аргвеллон против Воинов Хаоса. Погнали. Это была дичайшая просто жесть. Набрал он кучу воинов. Избранных, Мантикоры и Дракоограф. А я набрал Деревянных Воинов. Меня просили достаточно много людей в комментах провести именно за деревяшек. Бой в мультиплеере. И это вполне осуществимая была задача. Командир Дуртху. Шанс на победу у меня... А, нет, здесь 16-м, не 20. Показалось, значит. Шанс на победу 40% у меня. Численное превосходство на стороне противника. Сколько там у него войск-то? 2600 против 158. Древолюды и древние. Никаких больше войск нет. И Хаос в этом плане довольно-таки интересный противник. Тем более такой сетап. Тяжелые тоже силовые, как у меня. Никаких стрелков. Никакой арты. Только физическая мощь. Это очень бой похож на сражение против пацанов-орков. Но Лойна Хаос это не пацаны-орков. Они гораздо сильнее по броне и по хп жирнее. Ну и, соответственно, урон гораздо выше. Стойкость выше. Все выше. Первый контакт. И начинается замес. Пятнадцать минут чистого, неразбавленного, месилого. Командир у них коллег. У меня деревянный дурку. Взглавляет древнюю армию. Ну, в принципе, кого еще поставить против него. Состав экспериментальный. Таким составом за Аргавелон, да и вообще за Эльфов. По-моему, я впервые играю в мульте. И сразу такой охеренный бой. А паренек-то оказался прошаренным. То есть он сразу послал ко мне дракоограф своих. И плюс мантикуру. И начал фокусить дурку. Но он довольно заметный из-за своего янтарного меча. Среди всех древолюдов. И снимает с него уже где-то... И снимает уже почти половину хп в самом начале боя. Казалось бы, с неубиваемого командира. Но урон у каждого дракоограф высокий. И когда они лупят все вместе, плюс мантикорой, бил. Хп снимался. Я отхожу к древним своим. И, в общем, чтобы дурку прикрыли. Но он рвется к нему, рвется. Видите, опять мантикора летит. Опять дракоограф начинает его лупить. И не получается с ним разобраться. То есть его план был простой. Избавиться от командира моего. А дальше все войска разбегаются. И он изи вин. Пытаясь дурку увести. Вот он тут прорывается сквозь вражеские ряды. Отстолкнул дракоограф и уходит в более плотные ряды моих воинов. Но к этому моменту он потерял уже больше половины хп. А бой-то только начинается. Фокусировка была знатная. Главное никуда не увести, потому что кругом полно воинов. И полно монстров, которые за ним охотятся специально. Надо было мантикор у меня создавать вначале. Ну вот эту вот, которая временно появляется. Но не хватило на нее маны. Не хватило ветров магии. Не стал я ждать. Начал применять другие обилки по врагам. И мы лишились одного сильного юнита дополнительного, который дурку мог бы и охранять сейчас. Но деваться особо им было некуда. Если бы я отошел, он просто бросил бы халека, который бы его добил. И приходится сражаться в окружении своих треволютов и древних. Опять попытка дурку завалить. Набрасываются дракоографы. Смыкаю ряды, чтобы его прикрыть. Коллег там наяривает против моих треволютов и древних. С другой стороны. Но хаос не несет особых потерь. К этому моменту где-то около 600 там потерял солдат. Нужно даже посмотреть сейчас. Да, он потерял около 600 тел. Дурку здесь сражается как лев, окруженный шакалами со всех сторон. И причем фокусировка шла именно по нему. Не по древолюдам, а по нему. Вполне резонная тактика. И главное, этих дракоографов было не так-то легко уничтожить. Эта обилка заходит от халека, не моя. И что происходит? Дурку отделяется от основной армии и пошел. Это не я пошел, это он бежит. Это он бежит в первой половине буи, а скипает. И кто за ним несется, угадайте, с трех раз халек. А так как халек быстрее, он может ему на ходу раздавать. И прикрывать его смысла уже никакого не было. Потому что хп у него оставалось там миллиметр в момент вступления. Вон халек его там на горизонте гонит. Ну и сейчас начинаются проблемы. Начинаются проблемы, так как боевой дух армии жестко проседает. Командир бежит. Эти войска довольно-таки стойкие, но в окружении плотном. Даже деревья бегут. Даже пеньки бегут. И халек убивает дурку. Вот его тело распростертое. На земле я остался без командира в начале боя. Войска окружены и... Казалось бы, все, жопа. А у халека хп вообще не сняли. То есть, несмотря на то, что я фокусил двумя древолюдами, они не сняли с него ни миллиметра. Не пробив его защиту. Там мешались активно избранные и воины, но тем не менее. У них командир фуловый, а у меня войска без лидера. И в полном тотальном окружении. И халек подключается здесь. С краю помогать. Вот он-то наносил гигантский урон по... тем же древним. Две тысячи. Ну, тысяча восемьсот где-то. И отступают, ведь и бегут мои древолюды. Огромная рава хаоса обрушивается на остатки моих войск, которые сгруппировали все в одном месте. Последний дивизион, который держит здесь оборону. Разделять было ни в коем случае нельзя. Если бы они разделились, каждый бы отряд разбежался. Потому что у него тылы бы были автоматически не прикрыты. И это бы дало стопроцентный дебаф на стойкость и баф на бегство. И тем не менее, видите, отступают. Отступают у меня древние. Ситуация полная жопа. Это мясо, сказано. Но, решил биться до конца. В любом случае, победа-поражение. Такой эпичный бой. Не выложить преступления. Показывают здесь революты, что даже в тотальном полном зажатии со всех сторон они могут стоять. И дамажить. Теперь оставалось только верить в них. Они себя очень достойно показали против форков, но тут ситуация совершенно другая. Без командира возвращаются сзади еще несколько древолютов, которые отступали. И я вижу часть хаоса. Пытающегося у меня с тыла отковать. Оправились они после гибели дуртку. И теперь их положение было таким жадким. Многие колебались. Некоторые были потрясены. Единицы, которые были уверены. То есть не на грани бегства. Здесь надо было филигранно управлять. Не давая разделиться. И постоянно бить по колеблющимся хаоситам. И там многие отряды тоже понесли серьезные потери. И ужасающий внешний вид этих хентов угал их. То есть можно было вызвать массовую панику и этим воспользоваться. Все еще шанс определенный был на победу. Хотя здесь показано процентов 40. А в какой-то момент этот шанс упал до 20% на победу. Да, очень непростой хаосит. Наверное, мои видосы смотрел и решил поиграть силовыми тактиками. Забить на всех этих стрелков. И продавить массой. Как я орками, скажем, продавил. Он также решил сделать за хаос. Не идея ни на какие компромиссы. Халека пытается подключать, чтобы раздамажить древолюдов. Закусировать, кстати, на Халеке сейчас было бессмысленно. Потому что мешались воины, мешались избранные. Они не давали по нему бить. И в любой момент он мог увернуться. Поэтому основной фокус я делал на войсках. То есть я на Халека забил вообще. Я не пытался даже его раздамажить. Мне надо было обратить как можно больше отрядов бегства. Как можно больше убить. И потом уже, ну... Когда появится разряженное пространство... Атаковать их командира. Поэтому, видите, Халека я не трогаю. Я бью войска. Специально. Делаю намеренно. Халек был фу-ло-вым. Вы можете даже на это сами посмотреть. Видите, у него ХП все. Вот, вся полоска у него ХП. И смысла его сейчас дамажить не было никакого. Все равно бы он не отступил. А пока я его бы лупил, у меня бы войска спокойно... ...дамажили. В этот момент, конечно, превалютно удивили. Что они выстояли без дуртку. Но вот несколько убегают. Отступают даже. Вот 3-4 начинают отступать. Ну и все. Ситуация трещит по шлам. Шансы падают. Где-то в этот момент они упали до 20%. Потому что осталось всего несколько древолюдов. Древние почти все уже дали тягу. Куда они уходят? Уходят. 5 древолюдов, но останавливаются. Все-таки решили не бросить своих братьев. Бьющихся еще в этой толпе. Калек там раздает молотком сзади. И не дает, видите, треволюду бить. И убивает его. Но он погиб как воин хотя бы в бою. А не как трус поставляя свою жопу под удары. Топорок хаоса. Возвращаются энты. И шанс на победу. Призрачный остается, как и последний удар их. Деревянного сердца. Безусловно, храброго. Потому что они без командира. Почти весь бой сражаются. Десятки раз превосходящими силами хаоса. Причем без всякого говна, как в предыдущем бою. Там крестьянского. А с воинами, с элитой. Возвращаются и треволюды. И хаос оказывается мгновение какое-то в окружении. Видите, побежали войска. Потому что очень высокий урон в этот момент начал проходить. Опять же, фокусируясь. Видите, я на воинах и на испанных. Я не трогаю халека. И бегут хаосиды. Бегут. Казалось бы, все жопа. И бой был проигран. Но они отступают. И халек остается теперь уже в меньшинстве. В этой толпе. А бежать ему некуда. Он зажат. Его зажали со всех сторон. И самый был момент внести по нему удар. Да, его адепты, бросив его, разбегаются в разные стороны. Начинаю перефокусировать преволюдов на него. Но он продолжает здесь пытаться вырваться. И своим молотком орудует. Еще одного убивает. Но, вы видите, героически погибают деревья. Просто рассверепели и хотят обидчика наказать. Да, халек здесь отгребает очень жестко. И вот тут он начал терять хп, когда его бьют со всех сторон. И достаточно много древолюдов. То есть тут уже из десяток сфокусировалось оставшихся на нем. Да, армия хаоса была буквально в одном шаге. От победы. Он сделал все, чтобы победить. Он убил меня командира в самом начале боя. Он тоже играл толпой, пытаясь их раздамажить. Но не смог. И халек бежит. Это уже не он им управляет. Он просто отступал с соплей хп. По-прежнему всю армию я держу вместе. Потому что некоторые отряды колебались. Из-за больших потерь по хп. Меня некоторые спрашивают, кстати, в комментариях. Есть и такие люди, которые не знают, что такое хп. Health points переводится. Очки. Здоровье, очки жизни. Сокращённый хп. Бежит хаос. Пожалуй, из всех боев, которые проводил, он был максимально близко к победе. Но я не сдался. И я думаю, всем понятно, что в этом бою я побеждаю. Первая победа. Вот здесь она была действительно первая. Суперский бой. Ничего не скажешь. Было всё вытащено на соплях. К сожалению, здесь полоску хп не посмотреть. Она перекрывается большим количеством отрядов. Но хп там осталось процентов по 10, по 15. У всех древолюдов и древней. Дуртку 46 успел убить, прежде чем его завалили. Но он в основном сражался с крупными целями. Его окружили и не давали ему бить по более мелким. И не было возможности его куда-то отвезти. Надо было, наверное, сыграть всё-таки не так. Надо было сфокусироваться всеми, не в линию идти, а сгруппироваться вот в один мощный кулак, как в конце. И дуртку поставить в центре, чтобы он не мог добраться. Тогда было бы, мне кажется, проще победить. Но я хотел сделать бой более красочным. Да я вообще поначалу был уверен, что они справятся с хаосом. Но никак не ожидал, что дуртку завалят в самом начале. И поэтому с этого начались все неприятности. Эти отступления древних древолюдов. Но они собрались с мыслями под моим командованием в один кулак и раздавили хаос. Халек убил, кстати, 13. Но это учитывая, что он уничтожил несколько древолюдов и древний. В Тере были 67. То есть половина армии, чуть меньше. Осталось 91. Он потерял 1830 из 2600. Вот такое вот было сражение. Ну что ж. Если данное видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. На основной дополнительный, если еще не подписанное. Чтобы не пропустить новые эпические видео. А дальше будет только мощнее, особенно в 2х2 с Ягмортом. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.